Привет, друзья! Лайма Вайкули, прима прибалтийской и российской эстрады, исполнительница композиции Вернисаж, Чарли и Я вышла на Пикадилли, которые стали хитами на долгие годы. Также Лайма снялась в нескольких художественных фильмах, в том числе и в криминальной драме «В русском стиле», где сыграла главную роль. Многих поклонников творчества Лаймы Вайкули интересует, как она живёт сейчас и какой у неё дом. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Лайма Вайкули, какой у неё гонорар и какой недвижимостью она владеет. Лайма родилась 31 марта 1954 года в латышской семье Янины и Станислава Вайкулисов. Помимо Лаймы, у родителей подрастали ещё трое детей – две девочки и мальчик. Впервые Лайма оказалась на сцене ещё в 1965 году в рамках конкурса вокалистов. Мероприятие проводилось в Риге, в Доме культуры завода «Вэф». Тогда Вайкули отправилась на конкурс, чтобы составить компанию школьной подруги, которая стеснялась выступать сольно. На конкурсе Вайкули услышал вокальный педагог Леонид Заходник и пообещал заниматься с ней музыкой бесплатно, если она, в свою очередь, обещает ему стать лучшей певицей Латвии. В то время Заходник ставил голоса певцам Раймонда Паулса, поэтому спустя время он привёл Лайму к знаменитому маэстру на прослушивание. Зная характер подростка, Леонид не предупредил Лайму, что в филармонию она идёт на прослушивание, а не на выступление. Девочка распевалась, как ни в чём не бывало, как вдруг где-то из глубины сцены к ней подошёл Паулс и, похлопав по плечу, сказал «Малышка, я тебя беру». После ряда успешных выступлений Лайма окончательно решила сделать выбор в пользу музыкального образования. В 1984 году певица поступила в ГИТИС на факультет эстрадной режиссоры. Параллельно Лайма продолжила сотрудничать с Раймондом Паулсом. Кроме западных композиций и песен на русском языке, в репертуаре Вайкуле появились и латышские песни, которые она исполняла вместе с собственным коллективом Лайма. 90-е годы в творческой карьере Лаймы ознаменовались записью новых альбомов. Вайкуле удалось выпустить семь новых пластинок, записанных на территории России и Латвии. Записи Вайкуле успешно раскупались не только на территории бывшего Союза, но и по всему миру. Не обошлось и без масштабных гастролей. С 1991 года, Лайма посетила с концертами множество европейских стран, Японию и США. С начала 2000-х Лайма стала регулярным гостем фестиваля «Новая волна» в Юрмале, а также огромного количества сборных музыкальных концертов, которые транслировались по федеральным каналам. Также до 2014 года Вайкуле несколько раз принимала участие в «Голосящем Кевине» в качестве члена жюри. Приехав на работу в Ленинград в 1970 году в ансамбле Лайма встретила бас-гитариста Андрея Латковского. Молодые люди познакомились еще в Риге, однако тогда 16-летняя Лайма не впечатлила музыканта. Спустя несколько лет перед ним стояла подросшая очаровательная девушка, и молодой человек сразу потерял голову. Вскоре у Андрея и Лаймы появились романтические чувства друг к другу. В Ригу к родителям Вайкуле они вернулись вдвоем с новостью о своем союзе. Дальше Лайма ожидала знакомства с семьей Латковского. По словам Вайкуле, тогда для нее самым важным было понравиться дедушке возлюбленного, Викентию Латковскому, известному государственному деятелю. Очаровательной певице это удалось с лихвой. Новая девушка сына настолько впечатлила родителей Андрея, что они стали настаивать на свадьбе. Однако сама Вайкуле к браку не была готова. В одном из интервью Лайма рассказывала о своей ранней беременности, которая произошла во время учебы в медицинском. Тогда девушке пришлось сделать аборт. Маме Лайма долго не могла рассказать о том, что с ней произошло. Позже Вайкуле узнала, что детей она больше никогда иметь не сможет. Потомство за долгие годы счастливой жизни у Вайкуле и Латковского так и не появилось. О раннем аборте певица сожалеет на протяжении долгих лет, комментируя случившееся с собой так. Умоляю, девочки, не делайте аборт. Если забеременели и боитесь, что не справитесь сами, лучше отдайте ребенка мне. О браке у Лаймы Вайкуле тоже особое мнение. По словам певицы, она не стремилась замуж, желая сохранить свою свободу и самостоятельность. Тем не менее, вместе с Андреем они живут много десятков лет и в 2020 году отпраздновали 50-летие их знакомства. Лайма считает, что отчасти благодаря отсутствию штампа в паспорте им с Андреем удалось сохранить самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной – взаимное уважение. Латковский стал для нее не просто близким человеком, но и преданным другом. Особенно явно певица поняла это, когда американские врачи вынесли ей страшный вердикт – онкология. После сложной операции, которая потребовалась певице, с ней регулярно постоянно находился ее гражданский муж. По мнению Вайкули, именно благодаря Андрею она справилась со страшной болезнью и начала жить заново. Певица Лайма Вайкули уже много лет живет в своем двухэтажном особняке в Юрмале. Несмотря на частые гастроли в России, она не хочет никуда переезжать и считает Латвию идеальным местом для жизни. Дом певицы площадью 400 квадратных метров расположен по адресу город Юрмала, улица Булдури, 147. Он состоит из двух этажей, внутри несколько комнат – гостиная, кухня, спальни, ванная, туалет. На участке, где находится особняк певицы, есть еще небольшой сад, веранда и гостевой дом, в котором часто останавливаются друзья Вайкули. Впечатляет сад Лаймы Вайкули, который окружает ее дом. Известно, что из каждой поездки певица привозит саженцы, рассаду и семена разных цветков, и передает их опытному садовнику, который занимается высадкой растений. На территории также есть пруд с рыбами и скульптуры в виде кошек. По соседству с Вайкули находятся дома Ларисы Долиной, Владимира Винокура, Галины Волчек. Интерьер дома Вайкули оформлен в стиле модерн. Вся мебель выполнена на заказ. Внутри дома даже есть место для репетиций, там она встречается со своими музыкантами и готовится к концертам. Лайма Вайкули и в настоящее время остается востребованной. Ее гонорар за одно выступление или корпоратив составляет 30 тысяч евро. Лайма всегда была эталоном настоящей женской красоты. Нежной, неувядающей, прибалтийской. И вот даже сейчас, когда Лайме уже 67 лет, восторженные взгляды мужчин и зависть женщин подтверждают этот факт. В индустрии красоты Лайма работает уже более 20 лет. В 1993 году на улице Бривибас в Риге она открыла салон Лайма Люкс. Также в родной Латвии у нее большая фирма, занимающаяся продажей дорогой профессиональной косметики для волос и лица. А в Москве – представительство. Главные покупатели – звезды эстрады и кино. Есть у певицы и доля в крупнейшей косметической фабрике Балтии – Дзинтарс. К тому же она является официальным представителем одной японской фирмы на территории России, стран СНГ и Прибалтики. В стране восходящего солнца певица не раз бывала в химических лабораториях, где создается новая косметика. Друзья, давайте пожелаем прекрасной певице, замечательной женщине, потрясающему человеку, счастья, здоровья, неугасаемого огня очарования и красоты, неиссякаемого потока энергии и потенциала. Удачи вам, Лайма, и безграничной любви близких людей, коллег, друзей и поклонников. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!